всем привет меня зовут миша максимов и сегодня я расскажу вам как смотреть статистику рекламной сети яндекса в этом видео мы рассмотрим как найти отчета в рекламной сети яндекса как построить свой собственный отчет как сохранить этот отчет как использовать шаблоны для отчета и другое и так перейдем в интерфейс рекламной сети яндекса и рассмотрим на примере мы находимся в интерфейсе рекламной сети яндекса для того чтобы построить собственный отчет нам необходимо перейти вкладку статистика она находится слева переходим во вкладку отчеты состоят из двух частей непосредственно само меню выбора отчета и конструктор отчеты можно выбирать из шаблонов либо использовать сохраненные отчеты также можно создавать отчеты с нуля давайте выберем шаблон по всем видам рекламы и на его основе создадим свой внимание на верхнюю часть графика здесь вы можете изменить даты отображения данных на графике выбрать отчет за последние 7 дней 14 дней 30 дней или 90 дней также можете выбрать свои даты например в данном графике мы построим график за июнь нажимаем применить также верхней части мы можем изменить название графика назовем его тест 1 применяем изменения сохранить данные отчета отдельным файлом формате excel создать короткую ссылку вывести график на дашборд изменить валюту и сохранить график рассмотрим построение графика подробным в разделе фильтры создаются те параметры по которым мы можем отфильтровать отчет например в этом отчете именно в разделе фильтры мы строим график по отдельному приложению и фильтры мы выбираем такие сайт приложения и вводим айди приложений из нашего партнерского интерфейса по которому мы и будем смотреть статистику нажимаем применить далее переходим в раздел группировки это детализация отчета в рамках которых вы можете выбирать группировки по дате айди блока операционной системе дсп и многому другому на примере мы выбираем группировки по дням и выключаем группировки по виду блока показатель это набор ключевых метрик таких как количество запросов вознаграждение если pm fill rate и многое другое в данном случае выберем две метрики запросы и вознаграждение после того как мы ввели все три переменные мы нажимаем построить отчет сам отчет состоит из двух частей конструктор графика верхней части экрана и таблица с результатами в нижней части экрана давайте рассмотрим график как вы заметили графиками можно гибко управлять например меняя количество группировок на таблице убирая одну метрику и добавляя другую можно посмотреть только запросы или только вознаграждения в качестве примера мы можем выбрать группировку по рекламным блоком и увидеть какой блок приносит максимальный доход переходим в группировку выбираем блок нажимаем применить обязательно обновляем график теперь мы можем детально посмотреть статистику самого доходного блока также мы можем выбрать другие показатели для того чтобы понять результаты по этому блоку например мы можем добавить показателем если pm и fill rate также нажимаем применить обновляем график смотрим на результаты например мы хотим посмотреть какой фил рейд на самом доходном блоке какой cpm у самого доходного блока можем выделить отдельно самый доходный блок и рассмотреть по нему два этих показателя перейдем к таблиц с результатами она находится в нижней части экрана в таблице отображаются выбранные метрики а также срезы которые вы указали выше в конструкторе любой показатель можно отсортировать по возрастанию либо по убыванию например отсортируем вознаграждение ура мы построили график разобрались как работать с базовыми метриками но не рассмотрели где найти отчет мобильной медиации найти его можно вот тут слева и так рассмотрим как подключать статистику из внешней рекламной сети мы переходим в наш интерфейс слева находим вкладку реклама в приложении подраздел рекламной сети перед нами появляется список рекламных сетей выбираем необходимую нам рекламную сеть нажимаем кнопку подключить подробнее узнать про процесс подключения статистики из внешних рекламных сетей можно в нашей справке перейдем к выводам используйте готовые шаблоны или создавайте новые с нужными вам фильтрами группировками и показателями те отчеты которые вы используете чаще всего выводите на дэшборд для быстрого доступа к ним